Если внимательно посмотреть на видео, то в тот момент, когда мы друг к другу приближаемся и, собственно, целуемся, после этого мы начинали просто дико смеяться. Поэтому у них не получилось снять, чтобы мы вот сблизились, а потом как бы друг на друга так же нежно посмотрели. Поэтому там в клетке промотка назад. Должен был быть детский поцелуй, не пошли вот с этим всем, он должен быть такой вот, как будто первый раз. И это, конечно, было очень смешно. В образ тату вжились быстро в то, что девочки действительно любят друг друга, поверили даже приближенные к ним люди. Если мы говорим, был ли у них сексуальный опыт или не было, вот в этом я не могу сказать ни да, ни нет. Я этого не знаю и исключать и того, и другого не могу. Скандальная история, откровенный клип и надрывная песня. Задумка Шиповалова сработала сразу. Юля и Лена буквально проснулись знаменитыми. Я был поражен реакцией общественности. Я был уверен, что это попросят, что вы показываете. Выключайте скорее. Нельзя, чтобы это выйдет. Я был поражен, как все, наоборот, с интересом сделайте погромче и побольше экраном. Это жутко интересно. Разрывался телефон по поводу заказа «Поставьте еще раз, поставьте еще раз». И как-то вот у людей получилась такая реакция, что она пошла как кон, да? И ничего не оставалось делать, как просто ставить его по 10 раз в день. На группу «Тату» начинают охоту журналисты. Все жаждут подробностей девчачьего романа. Но Лене и Юле категорически запрещено давать интервью. Они говорить не умели. В хорошем смысле слова. Потому что они детьми были. А проект настолько был серьезный и крутой, что нельзя было соединять журналистов и девчонок. И оттуда возникла как раз легенда о том, что мы специально все держим в секрете. Спустя полгода молчания Катина и Волкова едва могут пробраться сквозь толпу репортеров и фанатов. В школе, где училась Юля, у «Тату» первый официальный выход к прессе. Была душа эта маша. Мы не считали, что здесь что-то есть такое особенное, и нужно с нас брать примеры. По-своему, это не значит. Перед камерами татушки тщательно отрабатывают образ, держатся за руки и прижимаются друг к другу. На такое поведение учителя сначала закрывали глаза, а потом закрыли двери. Поцелуи, эпатаж, две девочки, одна пол-любовь – все-таки плохой пример для подражения, для школы. Поэтому после этого мы много лет не общались вообще. Блин, это вот эти потупы вообще, слушайте, мама дорогая. Вот это все, это вот вообще. Покажи, 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 покажи. Юля Волкова впервые оказалась в родной школе после скандальной пресс-конференции. За 12 лет тут мало что изменилось. География здесь была, точно. Вот этот туалет, куда мы ходили все курить. На уроке, на окошках. Вот искусство ведения тоже здесь. А дальше физика. Угадала? Посмотрите. Физика, есть! Если Юля помнит каждый уголок, то тут звезду-выпускницу, кажется, забыли. Школьники смотрят косо, а учителя переделанную татушку вообще не узнают. Здравствуйте, Татьяна Павловна. Вы не узнаете? Не узнают. Нет. Кто это? Юля. Юля Волкова. Моя Юля Волкова. Юля, здравствуй. Я в кабинет хотела постучаться. Я просто простужена. Пошли, пошли. Тут про тебя столько всякого. Татьяна Павловна, классный руководитель Юли, о звездной судьбе своей ученицы женщина узнавала со страниц глянца. При первой же возможности проверяет последние сплетни. А я как-то со вторым разошлись. А с первым тоже? С первым тоже. Мы поддерживаем дружеские отношения, хорошие. Помогают. Ну хорошо. Помогают детям со своим? Все в порядке. Они от разных детей? От разных. Ну понятно. Ну дружат сами детки-то. Что-то я слышала, какой-то негр там был. Я совсем ошалела. Нет. Нет, да? Нет, там восточный мальчик. И от имиджа тату, и от внешних изменений Полковой учитель в шоке. Она помнит Юлю образцовой и прилежной. Я всегда говорю, Юля, я никак не могу тебя понять. Ты же была всегда такая девчонка. А и вдруг деньги? Я понимаю, что это деньги, конечно, застали. И потом слава. А слава, знаете, это удержаться в 15-17 лет, это трудно. Конечно, она сорвалась с цепей. Зима. Минус 20. Закрытый военный полигон. Тату снимает свой второй шедевр. Только скажи, дальше нас двоим, только огни. Аэродрома мы убежим, нас не догонят. Дальше от них, дальше от дома. Тогда на крыше мчащегося бензовоза все трюки исполняли каскадеры. Крупные планы девочек снимали отдельно в открытом кузове грузовика. Но на февральском морозе и это был леденящий ужас. Для того, чтобы снять клип «На светогонят», девочки месяц занимались закаливанием. А лесу бегали в рубашках. Это же было все. Иван Шаповалов не щадит ни здоровья татушек, ни голосовых связок. Чтобы проект не посчитали однодневкой, придумал новую фишку. Лена продолжает петь, Юля начинает орать. Ну как человек кричит, да, он живой. Это же у тебя тут же не может не обернуться. Это просто по нервам ты голову не бьешь. Это очень захватывает, это очень эмоционально. Если Лена записывала максимум 5-6 треков, пропевала, да, в песне, то Юля гоняла он по 22-24 трека, она прописала. Он выдавливал из нее максимум, который вообще возможен был. Идею животных криков Шаповалов взял у немецкой группы «Тик-так-тоу». Песня двух мулаток в конце 90-х звучала из каждого утюга. Я постоянно приносил эту песню Ване, говорю, какая классная песня, это же похоже на нас. Давай, давай, давай. И в итоге мы придумали, что да, будет кричать так же, как эта девушка из немецкой группы. Так крики тату становятся их фирменным стилем. А Юля Волкова почти на каждом концерте срывает голос. В итоге татушка допелась. Я себе однажды сорвала очень сильный голос. По-моему, мне тогда было 18 лет, дико сильно. Я не расгорала полгода. У меня на связках были узлы, мне делали всякие инъекции, там всякие вот электрофорезы, вот эти все. И после этого у меня остался теплый голос. Всем очень нравилось. Но проблематично было петь наверху. И возможно практически. Образ догнал тату. Лена и Юля из школьниц с невинными чувствами превращаются в развратных действий. В начале проекта было именно это ощущение, что это пафос, это светлый пафос, что да, я люблю, я говорю, да, это она, ну и что? Вот весь мир, вот на, убивай меня за это. Ну, очень красивая на самом деле, жертвенная любовь. Такая христианская, если угодно. Но дальше все пошло просто не туда. Мальчик-гей, мальчик-гей, пустотой, пановей, от сына, не красней. Мальчик-гей, мальчик-гей. Тату во время выступления устраивают оргии. После песни мальчик-гей вызывают на сцену подростков с нетрадиционной ориентацией. Показать свою любовь. Короче, вы целуетесь или нет? Нет. Нет, до свидания. Чтобы еще добавить жару, татушки раздевают догола и поклонников, и себя. Такая была установка продюсеров. Просили организаторов поставить на сцену как можно больше воды. Им было очень жарко, они обливались. У них были такие прозрачные, а не прозрачные, а такие маечки тоненькие. И как бы эти маечки, они намокали, и девчонки получались как бы голенькими. Это, конечно, было очень сильно, заводило, конечно, здорово. Иногда приходилось пользоваться даже дополнительным инвентарем. На песне, например, там, на песне «Робот», вот тогда у нас появлялся, так сказать, такой, мы нашли такой поролоновый член, как бы он лежал на сцене прикрытый. В нем лежал парнишка один, кстати, он каскадер, очень хороший парень. И он во время как бы вот исполнения песни «Робот, робот, робот, я тебя хотел», и там он так потихонечку, он так вот поднимался, поднимался, поднимался и вырастал. Такой красивый этот самый, огромный. Татушки продолжают шокировать публику и в клипах. Эти кадры, где Юля Волкова предается утехам в ванной, продюсер Иван Шаповалов особенно любит. Я с ним лежит, я продолжаю, я продолжаю. В интервью немецкому каналу он подробно рассказывает, как он все это снимал. Вот тут мы снимали. На унитазе стояла камера. Очень интересно смотреть на портрет человека, когда он мастурбирует. Простые движения.